Неделя это много или мало? Конечно, много и за неделю происходит масса событий, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения. Каких, расскажет регион 19. Здравствуйте. Сегодня в программе очередные герои рубрики «Чего делать нельзя?» Шира рулит. Летающие автомобили, медведь-разрушитель суперкаров, детское удерживающее устройство с подушкой безопасности и игра-симулятор по дорожной безопасности. Об этом и не только расскажет регион 19. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул. Чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. Ширинский район просто кладезь героев для нашей программы. Только вот эти герои далеко не положительные. Ведь позволяют себе не просто сесть пьяными за руль, а просто вываливаются из-за него. Да что тут говорить. Смотреть надо. Пацаны, ну вы же можете. Я вам клянусь, я больше один раз, ну брат, мальчик, младший мой, 23 года. Ну вы же можете меня понять. Я думаю, что машина больше я никуда в жизни не поеду. Я клянусь вам об этом. Клянусь. Всю жизнь я действовал по правилам. Встречать опасность лицом к лицу. Не торопиться. И ждать верного сигнала. Чувствовать, когда нужно показать себя и блеснуть. Находить взаимопонимание. Это дало мне свободу движения. Свободу. Жить долго и счастливо. А теперь об интересном в мире. Дружелюбный медведь оторвал дверь автомобиля. А произошло это не в России, как можно было бы подумать из-за медведя, а в Объединенных Арабских Эмиратах. Иногда домашние животные портят наши вещи, но любовь хозяев прощает им все. Так произошло и с домашним медведем. Он случайно оторвал дверь у автомобиля. Медведь кажется молодым, но он уже достаточно силен и тяжел, чтобы вырвать дверные петли итальянского суперкара. Животное очень испугалось падающей двери. Но хозяин не ругает его, а наоборот, успокаивает и угощает яблоком. Арабский шейх Хумайт Абдулла Аль Букаиш – инвестор и коллекционер суперкаров из Дубая. И у него не одно, а несколько экзотических домашних животных – тигры, львы, гиены и змеи. Дальше больше. Летающий автомобиль осилил 35-минутный перелет. Он уже получил сертификат летной годности и прошел все необходимые испытания. Это обычный, управляемый человеком автомобиль, а не беспилотный летательный аппарат такси. Одни из главных препятствий на пути летающих автомобилей – законодательство различных стран, которые не так просто изменить для появления нового рынка. К тому же подобные машины будут стоить около 150 тысяч долларов или порядка 11 миллионов рублей. Это стоимость китайского летающего автомобиля, который должен поступить в продажу в 2024 году. То есть от такого будущего нас отделяют десятилетия. Нет, не только законов, но и инфраструктуры, включая автоматических диспетчеров. Поэтому автономные аэротакси кажутся более правдоподобным вариантом развития событий. О детях. Детское кресло теперь с подушкой безопасности для всего тела. Существует множество видов подушек безопасности для водителей и пассажиров в различных вариантах и комбинациях. Подушек безопасности в детских креслах до сегодняшнего дня не было вообще. Это пока неизведанная территория, и производитель детских кресел впервые предложил удерживающее устройство со встроенной подушкой безопасности для всего тела. Кресло подходит для детей ростом от 76 до 115 сантиметров и максимальным весом 21 килограмм. В нем предусмотрено три положения – сидя, полусидя и лежа. Фиксируется оно при помощи соединения изофикс. Протестировали кресло как с подушкой безопасности, так и без нее. Кресло успешно прошло все испытания и показало хорошие результаты. Благодаря встроенной подушке безопасности для всего тела новое сидение должно обеспечивать на 50% больше защиты, чем обычные детские сидения с ремнями безопасности, обращенные вперед. Оно также превосходит системы, обращенные и назад. Встроенная подушка безопасности обеспечивает поддержку головы ребенка в случае лобового удара и таким образом предотвращает травму шеи. Тело фиксируется ремнями и столом. Подушка безопасности разворачивается в форме буквы «С» за несколько миллисекунд в области от головы до колен перед ребенком. Специальная система защиты от бокового удара – это откидные боковые упоры, должна также усилить защиту области головы и шеи. О правильной установке сидения и его готовности к эксплуатации сигнализируют светодиоды. Питание обеспечивается съемными бретелями, расположенными в нижней части сидения. Однако производитель обещает срок эксплуатации без замены аккумуляторов около пяти лет. О низком уровне заряда батареи сообщают все те же светодиоды. Детское кресло уже поступило в продажу в Европе. Заявленная цена составляет 700 евро или 58 тысяч рублей. Продолжение следует... Будь заметен на дороге! Носи одежду и аксессуары со световозвращающими элементами. www.bizdtp.ru Российский офис компании одного из крупных автопроизводителей анонсировал о запуске уникальной образовательной игры-симулятора для геймеров всех возрастов. Идея новой игры-симулятора в том, что дети по-другому воспринимают мир и анализируют информацию. Игра должна помочь им, а также родителям и педагогам обучаться дорожной безопасности с учетом этих возрастных особенностей. В 14 регионах России участвуют уже. Это дошкольные учреждения этих регионов. За последний год мы в Новгородскую область подключили, Ставропольский край, Республика Дагестан, Белгородскую область. Вот 4 региона с этого года вошли в программу. Всего 14 регионов, включая 2 наши столицы и области. Поэтому мы считаем, что проект успешно развивается. Мы довольны, как это все продвигается. Здесь еще, знаете, из таких вот мы обсуждаем, а с повесток, может быть, и в будущем, это тоже будет темой. Темой, особенно это касается мегаполиса, в частности, Москва. Это электросамокаты. Электросамокаты, вообще проблематика электросамокатов. О, Боже, да. Это очень связано с детьми, потому что очень многие, вы знаете, ну, видим вокруг, то есть самые маленькие дети, там, 5 лет уже встал, поехал. Причем, ну, электросамокаты разные, да, бывает. И это очень мощно, там, до 80 километров в час они разгоняются. То есть, в целом, представляет большую опасность. Они сейчас вне регламента. Да, БДД не регламентировано никак. Да, на мой взгляд, это очень такая важная тема. Мы вот консультировались, ну, периодически встречаемся с представителями ГИБДД России. Они тоже очень озадачены этой темой, но она такая многогранная. То есть, мы буквально, то есть, это предстоит, я думаю, вот, как раз, если говорить про будущий год, как-то это осознать и определить. Потому что, с одной стороны, скутер, это, ну, как бы, участник дорожного движения, когда он выезжает на дорогу. А выезжая на тротуар, он становится, как бы, таким мобильным, мобильным пешеходом. Разработчики говорят, что в ходе прохождения игры дети легко получат необходимые навыки безопасного поведения. Ведь игровая форма сделает процесс обучения увлекательным и эффективным. Наиболее естественная для них форма не только обучения, но вообще любой деятельности, это игровая. Дети в игре делают все. Дети в игре общаются, дети в игре самореализуются, и дети в игре учатся. И когда мы пытаемся создать для детей особые учебные условия, оторванные от привычных им игровых, ребенок чувствует себя не в своей тарелке, и эффективность такого неигрового обучения становится куда более низкой. Ему нужно много времени на то, чтобы адаптироваться к новым условиям, на то, чтобы научиться учиться так, как мы хотим, чтобы он учился. И иногда можно позволить себе это время, но когда мы говорим о вопросах безопасности дорожного движения, когда на кону в буквальном смысле стоит жизнь и здоровье ребенка, мы не можем позволить себе этот переходный период. Нам нужно, чтобы дети овладели этими знаниями, умениями и навыками в кратчайшие сроки. Полученные навыки маленькие игроки смогут потренировать сразу в условиях безопасной виртуальной среды. А еще этот же автоконцерн выпустил серию обучающих роликов о дорожной безопасности. Получилось великолепно! А это снова Кузнецовый. И пока папа занят важным делом, ребенок занят важным для него делом. И вот между папой и ребенком оказалась не только разница в возрасте, но и пешеходный переход. Что же делать? Во-первых, не паниковать. Но стоит отнестись к этой ситуации ответственно. Во-вторых, нужно громко и четко сказать «стой на месте» и установить зрительный контакт с ребенком. Точнее, наоборот. Сначала установите зрительный контакт, а уже потом громко и четко говорите «стой на месте». Важно сопроводить свои слова соответствующим жестом. Неправильно. Неправильно. Очень неправильно. Наконец-то. Осталось самому перейти дорогу к ребенку. Естественно, на зеленый свет светобора и посмотрев по сторонам. Итак, повторим пройденное. Номер один. Не паниковать. Номер два. Установить зрительный контакт. Сказать фразу «стой на месте», сопроводив жестом «стоп». Номер три. Самому перейти дорогу к ребенку, естественно, на зеленый. И чтобы такого не повторилось, помни, что перед дорогой мы убираем все игрушки. Гаджеты. Берем ребенка за руку и, внимательно глядя по сторонам, переходим дорогу вместе. Что такое штраф? Если ты нарушил правила дорожного решения. Это когда очень быстро едешь. Кто такой инспектор ГИБДД? У меня есть мосик, инспектор Гаджет. Он показывает, как ехать, что можно, что нельзя. Кто такой нарушитель? Это когда быстро едет, за ним полиция хочет угнаться и в рисотку. Какие правила безопасности дорожного движения ты знаешь? Когда переходишь дорогу, надо держаться за руки. Нельзя делать аварию. Когда ты слушаешь в наушниках музыку, то не надо переходить на пешеходном переходе. Я придумал, едьте, пожалуйста, на зеленый. Надо идти с мамой или с папой за ручку или со статей с сестрой. Субтитры создавал DimaTorzok Не теряйте нас там, где ездят машины. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанции.